Век стремительного развития информационных технологий растет и потребность в емких носителях с большим объемом памяти. Сегодня ученые всего мира ищут новые способы записи и хранения информации. Первые информационные носители появились еще в начале 19 века. Ими были перфокарты. С тех пор изобретено множество различных способов записи и хранения данных. Новым этапом эволюции информационных носителей может стать разработка казанских ученых. Здесь в лаборатории квантовой оптики, нанофотоники, оптической спектроскопии Казанского федерального университета разработали инновационный принцип записи информации, который позволит хранить колоссальные объемы данных на небольших устройствах. Мы предложили новый способ чтения оптической информации, используя комбинационное рассеяние света. Он подразумевает увеличение плотности записи информации. Это связано с тем, что мы используем впервые локализованный свет. До этого обычно используют двухфотонное футеросцентное поглощение. Мы в наших исследованиях предложили использовать сжатый свет с помощью оптической нано-антенны, где размер пространственного масштаба составляет примерно 10 нанометров. В течение двух лет ученые, аспиранты и магистранты КФУ работали над проектом совместно с коллегами из Гарвардского университета и Королевского колледжа Лондона. Теперь, когда исследователи получили фундаментальную разработку, на ее основе планируется создать прототип изделия. И если испытания нового устройства пройдут успешно, оно произведет революцию в мире информационных технологий. Представьте, что в устройстве, которое поместится в вашем кармане, вы сможете хранить миллион любимых фильмов. Если же вы предпочитаете литературу, то на трех таких носителях поместятся все книги крупнейшей в мире библиотеки Конгресса США. Сегодня дата-центры IT-компании занимают огромной площади. Новые, более вместительные и вместе с тем компактные носители позволят значительно уменьшить хранилище информации. Если мы предлагаем способ, который потенциально может увеличить объем информации не в два, не в три раза, а 10 в шестой, конечно, это вызывает интерес. И, конечно, люди будут думать о том, как это реализовать. Потому что сейчас одно дело сделать на установке этот эффект, и другое дело этот эффект повторить, скажем, в каком-то миниатюрном изделии, что сегодня крайне сложно, хотя бы потому, что современная память не должна содержать каких-либо движущих частей. Она должна быть миниатюрной, экономной, дешевой и технологичной. Главный параметр, определяющий емкость информационного носителя – это плотность записи. Если современный жесткий диск записывает примерно 1500 гигабайт информации на одном квадратном дециметре, то в КФУ нашли способ записывать до миллиона гигабайт информации на квадратном дециметре. Разница потрясает воображение. Разработчики пока не загадывают, сколько времени потребуется на производство первого прототипа устройства. Впереди еще много дорогостоящих исследований. Однако многообещающая ноу-хау, разработанная в небольшой лаборатории Казанского университета, уже привлекает внимание ученых по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин